До революции интерьер доходного дома были оформлены в стиле мадыр. Обильный декор, растительный орнамент на обоях, лепнина на потолке, дверях, ведь теперь стекло были витражи с соображением птиц. Во времена Булгакова эта комната была жилой. Позднее после расстеления коммуновок здесь размещалось в министерское учреждение. Огромная коммуновка была разделена на две части. Когда в квартиру 50-й, дальше приходить поклонники Романа Василия и Маргарита, комната была еще от корожной времени и короткой. Поэтому в 90-е годы, задолго до открытия официального музея, именно в этой комнате у вас узнала первая экспозиция, посвященная Булгакова. Так, пойдем посмотрим. Харшак, утро Степа Лиходеева. Такая немножко абстрактная картина, но передается очень. Харшак, встреча мастера Маргариты. Утро Степа Лиходеева. Персональный автомобиль для королевы Балла. Это все один и тот же писатель, Харшак, поэтому я не буду вам каждый раз озвучивать. Прощальный полет. Вот этот вот летит Маргарита. В окружении видим. Пожары в Москве. Садовая 302 бис. Андрей Харшак, иллюстрация Крамова, мастер и Маргарита. Работа началась в 1987 году. Это год моего рождения. И вот мы сейчас их видим. Ну, это вот как эскизы на бродке. Харшак, встреча на патриарших. Береги с трамвая. Первая встреча мастера и Маргариты. Харшак, береги с трамвая, сталь. Это вот на стале, не знаю, на стале что делают. Наверное, не рисуют или рисуют. Или как-то иным путем набивают этот рисунок. Вот скажите мне, кто знает, что это техника. Это вот издание мастера и Маргариты. И вот тот же художник, иллюстрацию делает. Макет издания. Бугалка, мать, Маргарита. Левий Матвей. Суд Пилата. На кресте. Сон Пилата на горном плато. Казнь. Суд Пилат. Святого Ланда. Как правильно, Воланда или Воланда? Пишите в комментариях. Конец барона Майгеля. Перевая ручка из квартиры Булкакова. Вот на Щекинском переулке. Вот как раз на Щекинском, по-моему. И жена его как раз жила, вот когда в этом переулке. Она издала уже его романы. Но я могу ошибаться. Поэтому поправляйте меня, если я не права. Плохо от свечи от стекла, потом плохо видно. Но вот предметы, а пехота, которым пользовался писатель. Так, здесь мы уже были. И здесь тоже, соответственно, проходим в следующую часть музея. Последняя, восьмая комната. В 21-м году Булкаков писал о своей идее и фикс, что в три года восстановить в новом квартиру, одежду и книги удастся. Или увидим. Хорошо одеваться, если брать заново домашнюю липотеку. Он начал довольно скоро решение квартирного вопроса. У нас на много лет. В феврале 1934 года Михаил Булкаков с женой Еленой Сергеевной и пасынгом Сергеем переехал в трёхкомнатную квартиру с балконом в первом писательском кооперативном доме по адресу на Щёкинский переулок, дом 3, друг 5, квартира 44. После многих лет коммуналок съёмного жилья Булкаков наконец обустроился в собственную квартиру. Мебель красного дерева, коридор заставленный книжным полком, рояль в гостином в кабинете Булкакова. Стены покрасили его любимый синий цвет. Окна в своем месте занял старинный секретарь. За ним писатель работал над романом мастера Маргарита Мыслова, возвращая свою первую московскую коммуналку номер 50. Мебель из последней квартиры Булкакова сохранены друзья семьи Тарасевичей. В 2010 году она была передана в музей. То есть напольное зеркало из квартиры Михаила Булкакова на Щёкинском переулке. Вот оно какое, смотрите, зеркало большое, такое довольно. И вот по бокам как ящики для хранения. Это шкаф, шванер, гардероб. Это называется, если бы точнее. Вот это вот, ну, наверное, фотография как раз на Щёкинского жилья. Вот кресло из квартиры. На Щёкинском переулке вот еще какой-то шкаф. Так, а что это? Не написано, ну, мы догадались. Вот уже как раз в ход, старались вот восстановить все, как было, да. Ну, насколько получилось, смотрим. Стул, кресло. Стол вот такой старинный. Лампа. Полочка. Настекенный шкафчик. Вот это вот, я не знаю, что это, наверное, какое-то радио тех времен, тех лет. Ну, так вот выглядела рояль. Революблеровка квартиры. Вот шкаф из-за на Щёкинского, на Щёкинской квартиры в Букаковой. Там тоже сейчас открыт музей. И вот это оригинал индустрия, которая висела в том на Щёкинском жилье в Букаковой. Редактор субтитров А.